Всем салют! В этом видео хочу поделиться с вами достаточно вкусным, сытным и идеальным с точки зрения БЖУ блюдом, которое можно назвать бутерброды с авокадо и красной рыбой. Небольшая ремарка для любителей ПП. Состав наш идеален. Рыба это преимущественно белок, авокадо это полезные жиры и хлебцы углеводы. И как вы уже поняли, эти три ингредиента нам и потребуются. Хлебцы желательно без специи, чтобы у них не было привкуса. Чтобы они ни в коем случае не перебили истинный вкус нашего кулинарного творчества, главную партию которого будет исполнять рыба, а на подпевках, так сказать на бэк-вокале у нее будет авокадо. Затем собственно сам авокадо. Для тех кто не разбирается, отмечу, что авокадо является спелым, когда он мягкий. И когда будете выбирать его, он должен продавливаться. Это говорит о его спелости. Так как в дальнейшем мы его будем мазать на хлеб ровненьким слоем. Ну и конечно же рыба. Отличным решением будет слабосоленая форель, кита или лосось. В своей практике я задействовал все эти виды рыб. И скажу вам честно, какой-то разницы во вкусе я не почувствовал. В данном примере у нас будет семга, ну а в вашем, если это другая рыба, то плюс-минус вкус будет точно такой же. И я думаю, вряд ли вы почувствуете разницу. Что хотелось бы отметить сразу. Что как и с хлебцами, наша рыба не должна быть сильно соленой. Она не должна быть в каких-то специях и так далее. Потому что вы просто не почувствуете вкус рыбы. Слабосоленая будет верным решением. Можете и сами засолить, если у вас есть такая возможность и опыт. Итак, нарезаем рыбу тоненько. Я для примера, конечно, что-то разошелся. Прям бабаху такие ломтики здравые. Но все-таки давайте ее маленько еще сделаем потоньше. Чтобы хватило на большее количество бутербродов. Ну а теперь переходим к нашему авокадо. Хочу еще раз отметить, что спелый авокадо это мягкий авокадо. Если вы возьмете твердый авокадо, то у вас могут возникнуть трудности с нанесением его ровным слоем на хлеб. Посмотрите, насколько он мягкий. Видите, как глина. Это говорит о его спелости. Ну а теперь тоненьким слоем, ну относительно тоненьким, наносим его на хлеб. Архи как важно, просто критично важно это пропорции. От них зависит успех нашего блюда. На вашем ломтике хлеба авокадо не должно быть больше рыбы. Его не должно быть больше хлеба. Так же, как и хлеба не должно быть больше рыбы и больше авокадо. Не рекомендуется к применению толстые хлебцы. Так как они будут затмевать вкус рыбы. Рыба здесь всему голова, а не хлеб. Итак, мой выбор. Это тоненькие, сухие, с хрустом, с хлебцы, без всяких специй и непонятных ароматизаторов. Далее авокадо. Кладу его умеренно тонким слоем. А затем нашу рыбку. Чувствуете, как рыбка внушительно смотрится на бутере. Ее должно быть достаточно. Если положите мало, то будет не так вкусно, как задумывалось. Не переборщите из авокадо. Еще раз говорю, не переборщите. Умеренно наносите на хлеб, будто масло. Груст. Вот так. Эй. 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 А вот и наше готовое блюдо. Как говорится, приятного аппетита. Рекомендуется это сразу, конечно же, все употреблять, потому что авокадо пропитает хрустящие хлебцы, и они не будут хрустящими. Поэтому либо делайте постепенно, либо кушайте сразу. А также рекомендую усилить, подчеркнуть вкус рыбы вот таким вот, например, свежевыжатым соком из винограда. Приятного аппетита! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!